Ребят, всем привет! Это видео будет для тех, кто хочет помочь нашим воинам, Збройным силам Украины, кто хочет помочь людям, которые сейчас находятся в тяжелых условиях, в тяжелых местах. Я, поскольку сам немного занимаюсь волонтерством, меня часто спрашивают, Джека, кинь какую-то карту, куда мы можем сбрасывать деньги или подскажи, куда лучше сбрасывать деньги, чтобы они пошли в нужное русло. Поскольку я сам уже не раз наслышал, ну ладно, это плохие моменты насчет волонтерства. В волонтерстве самое главное, как я понял, это брать товары, которые действительно нужны, и доставлять их в те места, где они действительно нужны. Это самое главное. Самое плохое, что сейчас происходит, это бездумно закупается какой-то товар и доставляется куда попало. То есть логистика неправильная. Сам я не занимаюсь сбором средств, поэтому я нашел человека, который грамотно эти средства будет использовать, и они максимально полезно будут использованы и помогут во всем этом ужасе, которые сейчас происходят. Я не занимаюсь, поскольку я проживаю в небольшом городе, в котором очень тяжело достать товары, которые сейчас действительно нужны, которые сейчас в дефиците и в это военное время действительно нужны солдатам и людям. Сейчас я коротко расскажу про человека, которому, в принципе, доверяю как себе, и я уверен, что эти деньги пойдут действительно в нужное, полезное русло. Это Серега Иволгин, он же Гаджет. То есть те, кто смотрит мой канал, я думаю, много кто его знает. Это один из команды Ибиса. Они, в принципе, ребята все красавцы, молодцы, там половину пошло защищать, половину волонтерят, все как могут, максимально помогают. Короткая история. То есть с первых дней войны Серега сразу же присоединился к волонтерскому центру какому-то и понял, что действительно с логистикой очень плохо. Сразу он занимался тем, что по Киевской области развозил на блокпосты, но со временем понял, что действительно надо помогать и надо, грубо говоря, туда, на передовую все это отправлять и отправлять товары, которые действительно надо. То есть они сделали, он тоже не один работает, у них целая команда, они сделали свой склад, они наладили поставки даже за границей, то есть там и Польша, то есть много стран, откуда они достают товары, которые действительно редкие, которые действительно нужны, которые очень сложно найти. То есть всем этим они занимаются. На Серегу гаджета я оставлю ссылки в описании, на его фейсбук, на его инстаграм. Если вдруг кто-то его не знает, можете зайти, познакомиться с ним, с тем, что он делает. Он там и видосики записывает, и фотки вылаживает по тем товарам, на которые они скупляются, куда они их доставляют. Они занимаются абсолютно всем, но основное их направление это тактика. То есть те товары, которые максимально сложно сейчас достать и которые максимально нужны нашим военным, нашим защитникам. Это и дальномеры, это и тепловизоры, это и разгрузки, бронежилеты. То есть то, что сейчас тяжело достать, они стараются найти по своим связям, по своим каналам и купить это. Эти все вот эти вот штуки тактические, они очень дорого стоят. Очень дорого. Но я вам хочу сказать, вот тоже я читал комментарии, люди говорят, блин, там что-то может стоить и 100 тысяч там тепловизоры. Но, ребят, поймите, вот эти вещи, они действительно, действительно могут переломить, например, какой-то ход развития какого-то конфликта в том или ином месте, где находится эта штука. Действительно может. И когда ты думаешь, что за спиной наших защитников стоят города, в которых мирные люди, дети, это все, вот эта сумма превращается в ничто. Намного важнее люди, жизни, чем вот эти вот деньги. Вот эти все тактические вещи, вот, например, тепловизоры, они очень помогают ночью. Каждая вещь, она действительно очень надо. И там находятся люди, солдаты, которые умеют этим пользоваться, которые находят ему хорошее применение. И каждая из этих вещей действительно может повлиять на исход, на исход всего вот этого, что сейчас происходит. Также очень сильно помогают квадрокоптеры. Я даже разговаривал с товарищем, которому отдавал квадрокоптер. Там, конечно, не очень хорошая ситуация. Он сейчас в больнице. Уже жизни его ничего не угрожает. Но, Гена, тебе привет, конечно, досталось. Досталось конкретно. Все будет хорошо, заживешь. На рыбалку еще сходим, я надеюсь. Мой малыш, они его назвали Байрактарчик, мой коптер. Коптер Дронни, он продолжает. Он находится еще там, он еще работает. И вот, как даже Гена рассказывал, очень сильно помогает. Ты когда начинаешь продвигаться вперед, вытеснять их, у тебя есть какой-то поворот, за которым ты не знаешь, что может быть, засада или все что угодно. Взлетел, полетел, посмотрел, ты сразу можешь увидеть технику. Все, абсолютно, что там, кто там. Это очень сильно помогает. То есть этим они тоже занимаются. Они, в общем, они покупают то, что действительно нужно людям. У них есть люди, которые принимают звонки, принимают заказы. Они потом по этим заказам находят все, что нужно людям и доставляют конкретно туда. То есть, если в начале, вот когда он только начинал, они работали только по территории Киева, там, терророборона такое, то сейчас они максимально стараются расшириться и максимально близко к рубежам это все доставлять то, что нужно. Все мы надеемся, что все будет нормально. Я думаю, так оно и будет, поскольку, несмотря на то, что население их не 140 миллионов, там в основное большинство просто сидит с языком в заднице. А некоторые просто гадости только могут писать в соцсетях и все. То есть, от них пользы никакой. Зато наш народ, нас хоть и 40 миллионов, но каждый из нас пытается чем-то помочь. Каждый из нас делает, волонтерит, копает, помогает. То есть, очень много чего я видел, что люди действительно хотят и делают. И также по сбору средств. Каждый, понятно, что сейчас ситуация, когда много кто лишился работы, домов. Вообще, вообще жизнь просто вот так вот взяла и перевернулась. Некоторые потеряли все. Но каждый из нас все равно готов помогать всем, чем может. И поэтому, я думаю, мы все равно победим. По-любому мы победим. Все, ребят, в описании под видео я оставлю карточку Сереги Иволгина. Скидывайте все ему. Он, я думаю, все равно какие-то фотки будет вылаживать. Может, я его попрошу, чтобы вы хоть немного видели, да, результат от этих средств, которые вы будете сбрасывать, которые собираются. Может, даже что-то запишет в видосе какой-то. В общем, я постарался найти то место, где каждая гривна будет полезна, задействована максимально правильно и хорошо. Все, ребят, с вами был Жек Адакучаев, канал Тур-Истории. Я надеюсь, что все это закончится побыстрее. То, что все это закончится в нашу пользу, это по-любому, побыстрее. И мы с вами будем продолжать жить и наслаждаться природой, рыбалкой и всем остальным. Все, ребят, всем пока. Слава Украине!